Так, мы продолжаем от чтения Евангелия от Марка, 3 глава. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Господь оставляет Назарет как место жительства и в основном находится в Капернауме. Именно об этом доме идет речь. Там же и жила Дева Мария. И здесь идет речь в 21 стихе 3 главы Евангелия от Марка о клевете, которую возмущали народ, фарисеи. Они говорили, что он вышел из себя, то есть Христос. Вышел из себя, это значит, он стал безумствовать. Именно это позволяли себе говорить фарисеи о Христе. А вот ближние, Дева Мария и сродники по плоти, пошли взять его. Они поддались этой клевете и думали, что действительно с ним что-то случилось. И вот Евангелие от Матфея, 12 глава, 22 стих продолжает нам эту историю. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого. И исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И делился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов? Мы часто уже слышали подобные слова. Когда Спаситель совершал какое-то чудо, то видевшие это чудо удивлялись. Но мы же знаем его происхождение. Не Иосиф или это сын? Но если он такой, как мы, то как он вообще может совершать чудеса силой Божьей? Нет пророка в своем Отечестве. Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзевула, князя Бесовского. Именно таким образом прокомментировали фарисеи эти чудеса, которые удивляли простой народ. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». «И если Сатана Сатану изгоняет, то не разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями». В данном случае Спаситель говорит о том, что и сыновья ваши изгоняют бесов. Под сыновьями Спаситель подразумевал апостолов, своих учеников, которые тоже были выходцами из народа иудейского. «Они будут вам судьями». Вот мы говорили с вами сегодня о том, что мирян будут судить, миряне благочестивые, воинов будут судить, благочестивые воины и так далее. И вот здесь идет речь о том, что судьями вам будут сыновья ваши, которые стали моими апостолами. «У них есть вера в Меня. Они последовали за Мной. А вы только клевещите, и нет у вас веры. Хотя у вас есть Писание, а в Писании говорится обо Мне. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Это при условии, что если они придут к таким мыслям, что я Духом Божьим изгоняю бесов, тогда прикоснулось к вашим сердцам Царство Божие, пришедшее в силе. Или как может кто войти в Дом Сильного, далее объясняет Спаситель, и расхитить вещи Его, если прежде не свяжет Сильного, и тогда расхитит Дом Его. Таким образом, Спаситель объясняет, что не может Господь изгонять бесов силой Вильзывула. «Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает». Настолько локализированы мысли, выражения Спасителя, что они как бы не оставляют возможности для пустых размышлений. «Кто не со Мной, тот против Меня, и кто не собирает со Мной, тот расточает». Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему, ни в семь веке, ни в будущем. В чем же разница хулы, которая прощается, когда хулят Сына Человеческого, и не простятся, когда произносится эта хула на Святого Духа? А потому что люди уже знали о том, что Духом Святым говорили пророки о том, что все в этом мире из того же Священного Писания Ветхого Завета было известно «держится Духом Божьим». то есть они уже имели знание о том, что все Духом Святым совершается в этом мире благое. А вот Сын Человеческий – это новое откровение. И они многого еще не понимают, они до конца не могут оценить миссию пришествия в мир Сына Божия. И в этой связи хула на Сына Божия проститься, говорит Иоанн Златоуст. Потому что они не знают Его. Еще нужно очень важно в важном моменте нашей духовной жизни разобраться, что такое вне какое действие имеет Святой Дух на нашу жизнь. Вообще за всеми действиями, за всеми мыслями благими, за чувствами благими стоит Святой Дух. И, следовательно, если человек хулит Святого Духа, он хулит вообще жизнь, которую дал ему Бог. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. он призывает к последовательности последовательности мыслей в отношении вероучения. Порождение хиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Все, что происходит внутри сердца человека говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Конечно, эти слова Спасителя заставляют нас задуматься над тем, какое значение имеют слова в нашей жизни. Это величайший дар, который Господь дал для человека. Именно этот дар дан нам для того, чтобы творение могло говорить со своим Творцом. Если человек произносит праздные слова, значит, он самый величайший дар, который дан ему, попирает. Дар связи человека с Богом, дар слов. Поэтому всякое праздное слово, от всякого праздного слова человек осуждается, а следовательно лишается той благодати общения с Богом. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от себя знамение, но он сказал им в ответ, род лукавый, прелюбодийный, ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Несмотря на то, что в огромном количестве фарисеи видели чудеса, знамения, они просят в очередной раз от Христа знамения. Знамения для них перестали быть явлением силы Божьей. Это очередное развлечение, которым хотели удовлетворить себя фарисеи. Знамение не дастся этому роду лукавому, говорит Спаситель, кроме знамений Ионы пророка. Это знамение вы знаете из Ветхого Завета, что пророк Иона был поглощен каким-то огромным существом морским и пробыл в утробе этого существа три дня и три ночи. И под этим образом, под этой притчей Спаситель подразумевает свое пребывание в недрах земли три дня и три ночи и затем свое воскрешение. Об этом знамении узнаете все. Ибо как Иона был в очлеве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земля, в земле три дня и три ночи. ненавитяне восстанут на суд с родом семь и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы указывает на себя. Царица Южная восстанет на суд с родом семь и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. она настолько была поражена мудростью Соломона, что пришла со своей страны Эфиопии для того, чтобы только послушать мудрость Соломона. А здесь сам Христос пришел Сын Божий в этот мир для того, чтобы дать человеку мудрость и они от него отворачиваются. Среди вас больше Соломона и больше Ионы. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит возвращусь в дом мой, откуда я вышел и придя находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой всех других духов, злейших себя, и войдя живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, блаженно чрево, носившее тебя и сосцы тебя питавшее, а он сказал, блаженный слышащий слово Божие и соблюдающий его. Когда же он еще говорил народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои. И указав рукою своею на учеников своих сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Как понимать эти слова? Неужели Господь отвергает плотское родство по человечеству со своей матерью? Ведь церковь почитает и возвышает Деву Марию среди прочих людей и даже ангелов, как честнейшую хирургиме, славнейшую без сравнения Серафима. И вот это место объясняет нам Иоанн Златоуст. Он нам говорит о том, что когда говорила Дева Мария о том, чтобы Он вышел к Ним, передала эти слова через человека, то она хотела в этот момент, не понимая до конца, именно своей миссии Сына Божия хотела как бы возвыситься своим материнством над своим Сыном по человечеству. И это была одна мысль гордости Девы Марии по отношению к Своему Сыну. Именно таким образом комментирует Иоанн Златоуст и в частности его последователь Феофилак Болгарский это место. Но Спаситель желая исправить ее помыслы произносит эти слова «Кто Матерь Моя? И кто Братья Моя? Те, кто исполняют волю Отца Моего Небесного? И когда женщина слушавшая проповедь Спасителя была потрясена глубиной его мысли силой Слова Духоносностью Слова сказала блаженно чрево носившее тебя из сосы которые питали тебя но и здесь Спаситель говорит блажение слушающие Слово Божие и хранящие он и здесь не подчеркивает плотское родство как самое главное в жизни человека самое главное в жизни человека это исполнение воли Отца Небесного это самое важное родство оно совершается только через исполнение воли воли Отца и вот эту волю Отца принес в мир Сын Его Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам тысяченачальникам и старейшинам галилейским дочь Иродиады вошла плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним царь сказал девице проси у меня чего хочешь и дам тебе что что собой представлял восточный царский двор мы знаем из красочных голливудских фильмов недостаточно ярко передают разврат восточного царского двора и вот когда пир который устроил Ирод по случаю своего дня рождения был в апогее дочь Иродиады вошла здесь это подчеркивается почему потому что женщины не имели права входить когда пировали мужчины если они не были позваны мы видим что дочь вошла Иродиады а вот сама Иродиада не находилась в этот момент на пире и видимо настолько все были расслаблены атмосферой пира папивством и музыкой которая звучала на пире что они не стали возражать когда увидели полуобнаженное тело дочери Иродиады вошла и плясала нам говорит Евангелие и угодила Ироду и возлежавшим с ним все тем более возлежали не сидели за столом это была совершенно распущенная атмосфера царь сказал девице проси у меня чего хочешь и дам тебе и клялся ей чего не попросишь у меня дам тебе даже до половины моего царства она вышла имеется ввиду к своей матери чего просить та отвечала головы Иоанна Крестителя и вручила ей блюдо и она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила говоря хочу чтобы ты дал мне теперь на блюде голову Иоанна Крестителя царь опечалился но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей ради клятвы и возлежавших мы видим к чему могут привести человека неразумные клятвы об этом Господь говорит не один раз и вот возлежавшие они ведь слышали что произнес Ирод дам тебе даже до полцарствия конечно атмосфера была напряженная для этого нужно знать Ирода как деспота восточного у которого как сказал римский император Август в царстве легче быть свиньей чем собственным сыном потому что свиней по иудейской традиции евреи не вкушали а вот детей сыновей Ирод убивал это было в традиции Ирода великого потому что здесь идет речь об Иродиантипе его сыне но но нужно заметить что здесь царь опечалился хотя материально он не пострадал она не просила до полцарствия а только голову Иоанна Крестителя нужно вспомнить что Ирод часто общался с Иоанном Крестителем он заключил его в темницу в своем дворце и там он часто спускался для того чтобы побеседовать с Иоанном Крестителем и хотя Иоанн Креститель обличал Ирода в его грехе сожительство с женой его брата тем не менее он чувствовал силу в словах Иоанна Крестителя и в сладость как говорит Евангелий Евангелист послушаше Ирод Иоанна Крестителя но тотчас послав оруженосца царь повелел принести голову его он пошел отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице а девица отдала ее матери своей и нам предание повествует что когда она получила эту голову то она в агонии начала колоть его язык иглой потому что этот язык обличал ее распутство незаконность сожительства ученики же его придя взяли тело его и погребли его и пошли возвестили Иисусу И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все и что сделали и чему научили имейте ввиду что апостолы вернулись своего первого апостольского миссионерского путешествия он сказал им пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного спаситель в данном случае проявляет заботу о своих апостолах которые вернулись уставшими ибо много было приходящих и отходящих так что и есть им было некогда и он взяв их собою удалился особо в пустынное место близ города называемого Бифсаидой это значит что спаситель хотел побыть со своими учениками наедине для того чтобы они отдохнули и могли поделиться своими переживаниями связанными со своей первой проповедью и отправились в пустынное место в лодке одни народ увидел как они отправились и многие узнали их и бежали туда пешие из всех городов и предупредили их и собрались к ним нужно помнить о том что Галерейское море называется еще так же Генесарецкое озеро оно и маленькое это маленькое море и большое озеро одновременно это значит что можно было сопровождать взглядом плывущую лодку с одного берега на другой и вот люди смотрели куда направляется эта лодка с учениками и Христом и они успели обойти озеро и ожидать Христа на противоположном берегу Иисус выйдя увидел множество народа и жалился над ними потому что они были как овцы не имеющие пастыря и начал учить их много когда же настал вечер приступили к нему ученики его и сказали место здесь пустынное и время уже позднее отпусти народ чтобы они пошли в селение и купили себе пищи но Иисус сказал им не нужно им идти вы дайте им есть Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими приближалась же Пасха праздник иудейский нужно заметить что Пасха это самый важный самый главный праздник для иудеев это значит что когда праздник иудейский Пасха приближался то народ иудейский приходил в какое-то особое волнение и переживание кто-то оставался дома на хозяйстве а кто-то шел может быть даже один из деревни от имени всех односельчан в Иерусалим чтобы представлять свою деревню на празднике Пасхи все готовились к этому празднику а это значит что и особые мысли переполненные религиозностью сопровождали сознание правоверных иудеев они вспоминали то время когда Господь вывел иудеев из египетского рабства плена вел их через пустыню египетскую в землю обетованную и вот именно в это время Иисус возведя очи и увидев что множество народа идет к нему говорит Филиппу где нам купить хлебов чтобы их накормить говорил же это испытывая его ибо сам знал что хотел сделать Филипп отвечал ему им на двести генариев недовольно будет хлеба чтобы каждому из них досталось хотя бы немного богу один из учеников его Андрей брат Симона Петра говорит ему здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки но что это для такого множества тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по сто и по пятьдесят он взял пять хлебов и две рыбы возрев на небо благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим чтобы они раздали им и две рыбы разделил на всех и ели все сколько кто хотел и насытились а евших было около пяти тысяч человек кроме женщин и детей и когда насытились то сказал ученикам своим соберите оставшиеся куски чтобы ничего не пропало и собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов оставшимися у тех которые ели тогда люди видевшие чудо сотворенное Иисусом сказали это истина тот пророк которому должно прийти в мир что же мы видим из этого повествования чудо 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 которое имело огромное впечатление представьте себя на огромное количество людей пять тысяч мужчин не считая женщин и детей сколько же было людей может быть пятнадцать тысяч а может быть и двадцать тысяч именно такая огромная толпа сопровождала Христа Господь испытывает своих учеников предлагает им накормить этих людей ну понятное дело они размышляют как люди ну как же мы можем накормить и динария в двести будет мало для того что а мы то люди бедные где же нам взять эти деньги есть у нас только пять хлебов и две рыбки и вот здесь спаситель обращается к своему отцу благословляет то что есть и ученики раздают и не убывает из рук учеников хлеб и рыба какие мысли могут посетить этих людей накануне пасхи опять восстал один из пророков как моисей который огромными знамениями сопровождал выведение иудеев из Египта помните десять казней египетских они переживали очень глубоко религиозно то что они видели но эта религиозность была иудейской религиозностью она была испорчена огромным количеством толкований на священный текст а значит что эти толкования были неким искажающим фактором религиозной подлинности позже мы будем говорить о том как спаситель будет обличать фарисеев за то как они предпочитают свои толкования предания старцев божественным установлением и так же мыслили простые обычные люди они тоже думали придет наконец мессия и он пришел уже и вот пятнадцатый стих евангелия ганна шестая глава говорит иисус же узнал что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем вот какие переживания были у иудейского народа мессию сделать царем чтобы он их мог кормить таким вот дармовым хлебом тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Февсаиде пока он отпустит народ и отпустив народ он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один он быстренько собрал своих учеников и отправил чтобы они не заболели этими же воззрениями иудеев и не стремились мессию сделать царем иудейским он отправляет их и беседует народом наедине затем взошел на гору помолиться и оставался там один а вот ученики войдя в лодку отправились на ту сторону моря в Капернаул становилось темно а Иисус не приходил к ним дул сильный ветер и море волновалось а лодка была уже на середине моря и ее било волнами потому что ветер был противный и увидел их бедствующих в плавании как мог только он видеть ведь они были на середине моря и уже было темно в четвертой уже стражу ночи пошел к ним Иисус идя по морю проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий стадия двести сорок шагов такова мера приблизительно двести сорок метров стадия а они уже проплыли около тридцати стадий увидели Иисуса идущего по морю и приближающегося к лодке и испугались и говорили это призрак и от страха вскричали но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал ободритесь это я не бойтесь Петр сказал ему в ответ Господи если это ты повели мне прийти к тебе по воде если спроецировать свою жизнь в ту лодку в которой плыли ученики Христа какие мысли могли нас сопровождать и чувства то же самое что и переживали апостолы они боялись смерти которая которая реально угрожала их жизни они вскричали от страха особенно тогда когда увидели идущего по морю человека по верованиям иудеев по суеверию скорее иудеев было видеть призрак это значит скоро умереть и они иудеясь иудеясь иудеев 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 но иисус заговорил тотчас Господи, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Не случайно именно этого апостола Церковь называет апостолом веры. В отличие от и евангелиста Иоанна, которого называют апостолом любви или апостол Иакова, апостолом надежды. Он мгновенно как будто реагировал на все, что происходило, своей пламенной верой. Но если это Ты, Господи, то повели мне идти к Тебе. Это действительно был определенный подвиг. Кто из нас мог бы произнести в этот момент такие слова? Сложно было собраться мыслями, но Он все-таки собрался мыслями. И эти мысли Господь принял. Он сказал, иди и выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но вот здесь, увидев сильный ветер, то есть на какое-то время апостол Петр не замечал силы ветра. Он не замечал огромную волну, на которую он ступал, выходя из лодки. Но когда он прошел несколько шагов, он обратил внимание на то, что он идет по воде. И он испугался, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Конечно, хождение по воде – это не ежедневная прогулка, и мы это все прекрасно понимаем. И тем более, когда люди, обычные земные люди, увидели Спасителя, обреченного плотью, идущего по воде. Увидели именно в сердцевине шторма. А ведь на самом деле это утешительная мысль, утешительный образ. Потому что именно в сердцевине всякого шторма, или исторического, или личной какой-то трагедии жизни, Господь всегда находится в сердцевине шторма. Когда Антоний Великий в своем подвиге истощил свои силы и сказал, Господи, ну где же Ты? И только тогда явился ему Господь и сказал, я всегда, Антоний, был рядом с Тобой. Я смотрел на подвиг Твоей веры, на Твою борьбу. Я люблю борющегося человека, говорит Господь. И вот когда Господь оказывается в сердцевине шторма, то именно этот образ должен вдохновить нас на то, что Господь всегда находится там, где человеку тяжело. Потому что Он называется Спасителем. Он всегда хочет спасать человека. Когда человеку бывает тяжело, то человек совершает подвиг веры. А когда у него все гладко, все хорошо, человек не совершает прорыва. Ему не нужна вера. Потому что все ясно и все понятно. Но неужели Господь человеку дает подвиг ради подвига? Нет. Господь не преследует такую цель. Господь дает человеку подвиг только для того, чтобы человек мог ощутить реальное присутствие Бога в своей жизни. Потому что только через трудности человек начинает постигать Божью силу и свою немощь человеческую. Почему, когда у нас начинается трудность, и только тогда мы начинаем читать много молитв, какие-то совершать поступки благочестивые, особое милосердие проявлять другим людям. Потому что мы понимаем, нам нужно обратить внимание Бога на себя. И Господь всегда обращает на такого человека свое внимание. И протягивает руку даже тогда, когда у нас недостаточно веры, чтобы идти по волнам, по морю. Он протягивает руку Петру, поддерживает его и спасает от потопления. И, как говорит евангелист, они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окамененно. вот здесь буквально некий диагноз, что чудо, каких бы масштабов оно ни было, не способно человека вразумить, если у него сердце окамененно. они видели только вот сейчас днем чудо насыщения голодных людей огромным количеством хлеба из пяти хлеба и двух рыб. И невразумелись. Евангелист имеет право об этом сказать, потому что он сам был одним из этих апостолов. Он знал состояние сердца своих собратьев и своего в том числе. И когда вошли они в лодку, ветер утих, обратите внимание на эту деталь. То есть Спаситель вытащил из пучины морской апостола Петра, поставив опять его на волну морскую. И они закончили прогулку по морю с Петром вместе. Войдя в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места узнав, его послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. Когда мы читаем об этих событиях, то вы можете себе представить, какое движение было вокруг этого Генесарецкого озера. Постоянно двигалась столпа, а можно сказать, здесь был одновременно и лазарет передвижной, здесь была и богословская школа передвижная. Это был целый мир людей, которые жили Христом. они слушали слово, которое произносил Христос. Они всматривались в его глаза, они обращали внимание на каждый жест, даже на тот, когда Христос насытил аучущих и жаждущих людей пятью хлебами, Спаситель сказал, а сейчас все, что осталось соберите в коробы. И собралось достаточно коробов. и это бережное отношение к пище это очень по-земному, но с другой стороны это очень и по-духовному, потому что вот эта бережливость на самом деле скрывается в духовной мотивации. Пища воспринимается как дар Божий. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Теверяда другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господним. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, Рави, когда ты сюда пришел? Но Иисус сказал им в ответ истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, как явление силы Моей, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной. Он с отеческой любовью наставляет этих людей, но о пище пребывающей в жизни вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец. Вот как понимать эти слова Спасителя? Пища тленная и пища нетленная мы сейчас узнаем. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Мы видим, что вся евангельская вера это вера в Него. Самый основной предмет веры людей которые считают себя верующими христианами это вера в Него. Потому что Он приносит волю своего Отца, спасительную волю своего Отца к людям. На это сказали Ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. опять то же самое. Неужели было мало знамений и чудес? Они говорят, отцы наши Елеману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали им, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И в этот момент, когда они произносили эти слова, они не понимали, о чем идет речь. Точно так же, как не понимала самарянка, которая беседовала со Спасителем у колодца Якова. Она говорила то же самое, так подавай нам воду такую всегда, чтобы не жаждать и не приходить и не черпать ее к колодцу. Хотя Он говорил о духовной воде, которая утоляет вечную жажду человека. Иисус же сказал им, Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы видели Меня и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Какая огромная возможность открывается перед человеком через надежду и веру в Христа. Он никогда не изгонит приходящего к Нему вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Жажда воскресить у Христа человека. То есть то состояние, в котором находится сейчас человек, оно не является нормальным состоянием для жизни человека. Господь жаждет после смерти человека Его воскресить для новой жизни, с новым телом. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я Его воскрешу в последний день. Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, Я ес им хлеб, сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это Сын Иосифов, которого Отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он, Я сшел с небес? Здесь одна и та же аргументация на все случаи жизни у фарисеев. Но ведь мы знаем, кто Он такой. Не Иосифов ли Он Сын? И сестры Его братья между нами. Как же Он говорит о том, что Он шел с небес? Они не знают о Его небесном происхождении. Они знают только о Его человеческом происхождении. Иисус сказал им в ответ «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день». О каждом человеке Отец Небесный имеет попечение, в том числе и о каждом из нас. У пророков написано «И будут все научены Богом, всякий слышавший от Отца и научившийся приходит ко Мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Только Он видел Отца, то есть Сын. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Вот, основной аргумент против того чудо, несовершенного чуда, которое было явлено ветхозаветным евреям в Египетской пустыне, когда Господь питал их ежедневно манной, чудесным образом появлявшейся каждое утро на земле. Они умерли, отцы ваши, несмотря на то, что ели этот чудесный хлеб. «А я есть хлеб жизни». «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Спорить это значит, что между ними, то есть между фарисеями, были и сочувствующие Христу. То есть не все отвергали то, о чем говорил Христос, но спорили между собой. «Иисус же сказал им истинно истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Как можно принять вообще эти слова? Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. Как послал меня живый отец и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб шедший с небес, не так как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша, то говорили, какие странные это слушать. Может быть и внутри каждого из нас на мгновение появятся такие мысли. Кто может это слушать? Как можно есть тело его? Как он может быть хлебом жизни? Как можно пить его кровь? Естественным образом возникают такие мысли у человека. Такие мысли возникли у некоторых учеников. нужно заметить, что многие из учеников, слыша, то говорили, какие странные слова. Многие. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына человеческого восходящего туда, где был прежде? Что он имеет ввиду, когда говорит эти слова? Он имеет ввиду то, когда он будет страдать, идти крестным путем, и ученики, которые, зная о том, что он Сын Божий, будут видеть его страждущим, оплеванным, отвергнутым, осмеянным, оклеветанным. Что же будет тогда с вами? вы тем более будете смущаться и будете впадать в маловерие через смущение свое. Дух для того и говорю я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников, многие отошли от него и уже не ходили с ним после этих слов. Тогда Иисус сказал двенадцати, всего двенадцать человек осталось. Не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому на мете ты имеешь глаголы вечной жизни. Даже когда апостол Петр произносил эти слова, то заглянув в его глаза, можно было понять, что он и сам не понимал этих слов до конца, он просто доверял Христу. Но он не понимал этих слов, истинного значения этих слов. Да и кто мог понять даже из этих двенадцати учеников? Да и как возможно вкушать плоть Сына Человеческого и пить его кровь? И вот для того, чтобы преодолеть этот барьер смущения, для этого нужно было верить Сыну Божию, как посланнику Отца Небесного. Просто довериться. Потому что то, о чем он говорил, было на самом деле огромным, великим таинством. Его невозможно было сразу вместить человеку. И мы уверовали, говорит апостол, и познали, что ты, Христос, Сын Бога, жива, жива Бог. Иисус отвечал ему, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде, Симонове, Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудеи не хотел идти, потому что Иудеи искали убить его. Давайте вернемся к словам о хлебе жизни. Эти слова действительно непостижимы. Непостижимы, потому что слова Спаситель использует из нашей обыденной жизни. Хлеб в его проповеди становится, вне тела становится хлебом. Как это возможно понять? Но здесь нужно посмотреть вперед, для того, чтобы понять слова Христа сейчас. Мы знаем о том, что никто у него не отнимал жизни. Если бы Спаситель проявил по отношению к распинателям силу, защищая себя, то, конечно же, от замыслов, злобных замыслов этих людей ничего не осталось. помните, когда в Гефсиманском саду стал защищать Христа от воинов архиерейских, апостол Петр, и достал свой нож, отрезал ухо воину архиерейскому, то Спаситель сказал им, верни меч в ножны, потому что кто с мечом пойдет от меча и погибнет. Неужели ты думаешь, если бы я попросил своего отца легиона ангела, то он не дал бы мне их помощь? Но Спаситель не просит легион ангелов для того, чтобы защитить себя. Он отдает себя для распятия, позорной смерти. Его терзают тело, и это растерзанное тело становится источником жизни. Вы помните, когда Спаситель воскрес, то воскресший Он возносился с ранами открытыми, которые источали кровь. Это значит, что из этих ран должна была питаться Церковь Христова. Именно эта кровь должна быть той кровью донора, которой только и могла жить Церковь, как общество новых людей, предназначенной для вечной жизни. Не мог человек выжить своими силами. Подобно тому, как мать питает свое дитё в пустыне, утоляя жажду своей кровью, которую дает, вскрыв себе вены. Таким же образом, в пустыне этой жизни Спаситель питает человечество своей кровью, потому что только его кровь может утолить духовную жажду. И он это делает добровольно. Можно допустить, и эта мысль будет совершенно правильной, если бы человечество не распяло Христа, то он таинственным образом отдал бы свое тело и свою кровь для насыщения духовного человечества. Почему? Потому что это произошло раньше, чем произошло распятие на кресте. Потому что Тайная Вечеря как первое насыщение телом и кровью произошло до распятия и смерти Христа. но он отдает себя для того, чтобы мы жили. Как мать, не жалея своей крови, отдает свою кровь для того, чтобы осталось в живых ее дитя. Но в отличие от матери, которая отдавая свою кровь и умирает, Спаситель, отдавая свою кровь, не умирает. Он воскресает и готов питать человечество всегда. Это совершенно непостижимо. Непостижимо это не потому, что здесь есть некий элемент неестественности, что мы питаемся его кровью и его телом, потому что для человека это неестественно. А прежде всего это неестественно и мы не можем как бы воспринимать этого, не понимать вернее сказать, мы не можем этого понимать, потому что в нас нет такой огромной жертвенности, чтобы понять мотивацию жизни Христа. Мы не способны в глубине своей души, может быть, на то, чтобы совершить такой отчаянный шаг. Но некоторые скажут, мы сможем это сделать? Да, может быть, и можем, если идет речь о наших детях. Но если идет речь о чужих людях, то готовы ли мы отдать свою кровь и свою плоть жертвенно для того, чтобы накормить кого-то, чтобы кто-то выжил? А Спаситель это делает ради всех. И вот ту плоть и кровь, которую мы вкушаем за божественные литургии на Евхаристии, это как раз тот случай, когда Господь отдает ради всех себя. Эта жертвенность не имеет предела. вкушает плоти и кровь все, даже те, которые мало верят в Бога. Те, которые не понимают значения этого таинства, которые приходят только для того, чтобы укрепить свое благополучие или свое здоровье, не оценивая до конца, какая огромная жертва стоит за каждым причастием. жертва любви, спасителя по отношению к человеку. Это совершенно непостижимо. Только любящее сердце и ум может постигнуть эту тайну и то в какую-то незначительную меру. И вот когда рационально рассуждать над этим текстом, то можно прийти к такому выводу, к которому приходили и фарисеи, и ученики Христа. Кто может это слушать? Они оставляли Христа. Даже в среде тех, кто называют себя верующими людьми, вот в частности, если мы возьмем протестантов, они говорят о том, что Тайная Вечеря, вернее сказать, Тайную Вечерю нужно понимать символически. Ее нельзя понимать буквально. И они говорят, что когда Господь говорит о теле и крови Своей, то это не буквально тело и кровь, а это символы. Но это неправильное воззрение. Потому что если бы Господь сказал, понимайте то, о чем я вам говорю символически, то никто не возмутился бы, и не было бы споров, не было бы этого недоумения, кто это может слушать. Смутила как раз буквальность слов Христа. Именно по этой причине многие отошли, и немногие остались. и поэтому православная церковь составляет как раз немногую часть христиан, протестантов больше, чем православных. Потому что люди в основном вдохновляются рационалистическим взглядом на жизнь. А так привычно, так все понятно. рациональное воззрение это то воззрение, которым мы оцениваем свою жизнь, обычную жизнь. Мы рационально везде мыслим. Но когда нам предлагают мыслить таким вот образом, в основе этих рациональных рассуждений, которые я сейчас предлагаю, лежит вера, это непонятно. вера требует жертвенности, требует огромного рывка. Неизвестно, как бы мы отреагировали на слова Спасителя. И даже когда мне приходится общаться с людьми православными, которые себя считают православными верующими, они не могут до конца согласиться. Но как же так? Ну неужели такое может быть? Неужели это правда? Как это мы едим плоти, кровь, креста? Да. Именно эта мысль озвучена в вероучении нашей Церкви. но вкушаем мы плоти, кровь Христа под видом хлеба и вина? Господь знает, что мы не можем вкушать плоть в буквальном смысле и кровь. Это противоестественно для человека. Поэтому Господь прячет за хлебом и вином свою настоящую плоть и настоящую кровь. символы не могут спасать человека. Может спасти человека только реальная плоть и кровь Христа. после сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Это третья Пасха и Спаситель не идет в Иерусалим для того, чтобы быть на этой Пасхе в Иерусалиме. Иначе бы этой Пасхой закончилась бы для Христа жизнь. Потому что уже хотели убить Его. Он ходил по Галилее. Это северная часть Палестины. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнесов среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. Эти слова для нас могут показаться странными. Но как это так, не приветствовать? Но нужно знать, что на Востоке приветствие это целый ритуал, который отнимал и много времени, да и много внимания и сил. они настолько должны были сосредоточены на той миссии, ради которой они выходят в мир, чтобы даже не приветствовали обычным образом, только ограничивались пожеланием мира. В какой дом войдете, сперва говорите мир дом и не больше. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратите. В доме же дом оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу скажите, и прах прилипший к нам от вашего города отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу там. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но они умытыми руками едят хлеб. Вот здесь для нас может у нас возникнет недоумение. Так а что неумытыми руками есть хлеб нужно? Нет, идет речь не об этом. Идет речь о том, что огромное религиозное значение придавали фарисеи именно этому обычному гигиеническому действию. То есть вот такие вот гигиенические действия фарисеями возводились в ранг религиозного ритуала. И это считалось важнее, чем исполнение настоящих заповедей господних, которые были в священных текстах. А это все было извращенное толкование этих текстов. они говорят по преданию старцев, почему ученики твои не поступают? Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? То есть здесь четко Господь разграничивает заповедь, которая выше этих толкований, которая является неверными толкованиями на эти заповеди. Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. Тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданиям вашим. Как понимать эти слова? Если просил отец или мать что-то у сына или у дочери, а он мог сказать, нет, это я вот дар Богу хочу принести этот предмет. Но на самом деле он не исполнял этого, а просто говорил о такой мотивации для того, чтобы не помочь своим родителям. И вот здесь он говорит о том, что вы создаете много всевозможных лазеек и ходов для того, чтобы не исполнять заповедь Божию в почитании отца и матери и в помощи отцу или матери. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди с и устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедем человеческим. Вот чему учили фарисеи. Сами выдумывали заповеди и учили хранить эти заповеди. И призвав народ, сказал им, слушайте, разумейте, не то, что входит в уста, сверняет человека, но то, что выходит из уста, сверняет человека. И когда он от народа вошел в дом, тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились. Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди, слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам сию притчу. Они тоже не понимали, о чем говорит Христос. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может оствернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон. Чем очищается всякая пища? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из внутренней сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость и безумство. Все это зло из внутренней исходит и оскверняет человека. Вот что имеет подлинно религиозное значение. Такой взгляд. А есть невымытыми руками не оскверняет человека. Именно в религиозном смысле. И отправившись туда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. Вот о чем и нам нужно поразмыслить перед тем, как мы будем входить в поприще поста великого. Если мы будем заниматься химическим анализом пищи, что там есть масло или там еще какие-то скоромные ингредиенты и потом говорить, вот вы знаете, вот я это съел. И зная о том, что этот человек может отворачиваться от своего ближнего, он может пренебрегать ближним, высокомерно смотреть на него, то этот человек явно неправильно ориентирован на духовный пост. Конечно, мы должны воздерживаться от скоромной пищи. Господь не говорит о том, что здесь этими словами вернее сказать, он не отвергает телесный пост. Он просто расставляет все на свои места. Он говорит о самом важном, о внутреннем состоянии человека, о его мотивации, потому что человек может внешне поститься очень точно, безукоризненно, но внутри быть человеком очень высокомерным, презирать, пренебрегать всеми, как тот фарисей, который, помните, говорил, что я и пощусь больше, чем нужно, и милостыню даю больше, чем нужно, и все. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что я не такой, как все эти подлецы, которые вокруг меня и тот мытарь. И вот все должно быть сбалансировано именно внутренней мотивацией. мы не должны смотреть на пост упрощенно, как на какую-то схему. Это я сделал, вернее, сказать, чего-то я не съел с коробного, значит, я пощусь верно и правильно. Нет, это неправильно. Самое главное, это плод поста. Какие результаты будут поста? И поэтому мы должны в посту сосредоточить свои основные силы на основной страсти. Мы должны преодолеть в какую-то меру, какую-то страсть свой основной грех своей жизни. Начнем хотя бы с одного чего-то. И вот если нам удастся в течение поста преодолеть, наступить на горло своей собственной страсти, вот тогда мы можем говорить о том, что пост прошел более-менее успешно. Но если кто-то постился просто по уставу, но не преодолев страсти, не будет пользы человеку от этого поста. Будет развиваться только самомнение и превозношение над другими. Ну вот и время подошло к концу сегодняшней лекции. Субтитры